Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой вышли на балкончик, тут вы слышите музыка играет, прибой шумит и думаем, побеседуем на философские темы. Какая у тебя философская тема? Погода располагает философство. Что за тема у нас? Я получила сообщение в фейсбуке, а вопрос такой в двух словах не ответить, поэтому мы решили на отдыхе расслабиться и сосредоточиться. Сейчас читаю вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу. Вопрос возник в результате наблюдения в процессе общения с подругой, американкой, ей 54 года, и она всегда при удобном случае норовится сравнить мужчину и женщину. Вот так недавно спросила, у вас на Украине больше хирургов женщин или мужчин. Я говорю мужчин, она ответила, что в Америке тоже, не только потому, что женщина-хирург еще и мать, а мужчина-хирург тоже еще и отец, но быть матерью сложнее, чем быть отцом. Почему у некоторых женщин вообще возникает желание задумываться над такими вещами? А к несостоятельности? Почему некоторые женщины вечно норовят взять тенденцию профессий, обычаев и так далее, и объяснить, почему в той или иной области женщины меньше, чем мужчин? И как правило, это всегда потому, что женщина круче мужчины и могла бы делать и добиваться большего. Основывать компанию, получать Нобелевские премии и прочее, прочее. Но дел у нее много в жизни. Почему нельзя согласиться с тем, что в чем-то лучше мужчины, а в чем-то женщины? И это окей. Что скажете? Вот такой длинный вопрос. Ну, у тебя есть что сказать? Давай там, убери, это что-то. Я думаю, что сначала ты начни, а я уже подхвачу. Ну, что сказать. Есть динамика в этом деле. Безусловно, исторически женщина была абсолютно бесправной, затюканной. И, ну, то есть мы сейчас скажем, что она затюканная, но у нее просто была другая роль. Если ты посмотришь, например, вот сейчас, если мы посмотрим там на верующих евреев, да, там женщина, она даже и образование не должна получать. Ей не нужно образование. Ее даже в синагогу не пускают на первый этаж. Она должна быть там на втором. Понимаешь? То есть воспитание девочки и воспитание мальчика, мы говорим про историю, мы говорим про традицию многотысячелетнюю. Понимаешь? У женщин есть функция была, семейная такая. Да, и вот семья, и все. Сегодня женщина, если ты будешь иметь 10 детей или даже 7, например, да, ты не будешь сильно отличаться от той женщины. Но поскольку сейчас меньше детей в семьях, больше образования и у мужчин, и у женщин, соответственно, меняется функция. И ты можешь купить готовую еду, если деньги есть. Да, если ты профессионал, ты можешь нянечку нанять. Вот мы в Мексике сейчас с тобой, да, вот у нас сколько мексиканских нянечек там нелегалов обслуживают американских вот этих вот там профессионалов. И идут перемены. Если мы говорим про эту женщину конкретно, значит, всегда есть, во всяком ходе мысли, всегда есть какой-то экстрим. Вот одни говорят, надо там, чтобы женщина имела больше возможностей. Другие говорят, надо, чтобы вообще мужиков повыкидывать. Понимаешь? Вот показательный случай был, когда в американском верховном суде 9 судей, специально, чтобы нечетное было, значит, и там одна из них же, одна из них женщина. И вот ее спросили, ей говорят, ее спрашивают, как вы думаете, вот сколько было бы нормальных женщин в верховном суде? Она говорит, 9. Я говорю, а как 9? Я говорю, а так 9? Это когда было 9 мужиков. Никто же не говорил, что это что-то такое ненормальное, правильно? Я говорю, ну пусть будет 9 женщин. То есть, что я хочу сказать. Есть естественный процесс, и есть люди, которые каким-то экстримом таким, я не знаю, они его ускоряют или наоборот тормозят, вызывая какое-то отторжение в глазах других людей. Мне трудно судить. Но процесс идет. Он идет независимо от того, что мы об этом думаем. Идет процесс интеграции женщины в трудовую жизнь, в профессиональную жизнь. Многие скажут, что это может быть не очень хорошо, что правильнее было бы женщине сидеть дома с детьми. Но, слава богу, мы сейчас в такое время живем, когда в развитых странах, даже не обязательно в странах золотого миллиарда, понимаете, человек может решать, как ему жить, чем заниматься. Хочешь с детьми? Детьми. Хочешь карьерой высокой? На тебе карьера высокая. Хочешь совмещать карьеру с детьми? Мы все так, а что, ты не совмещала карьеру с детьми? Понимаешь, мы все так, и нормально. Я против экстрима такого, да? Когда там демонстрации устраивают, морды бьют, обзываются словами нехорошими и так далее. Феминистки вот известны этим. Но процесс идет. А вы верды? Ну, что я могу к этому добавить? Я могу добавить больше, что я специально посмотрела статистику об уровне образования мужчин и женщин в разных странах. Значит, в странах более развитых, экономически развитых, процент женщин, получающих университетское образование, мастер-дегри и PHD, уже выше, чем процент мужчин, получающих такое же адекватное... Причем хорошо выше. Хорошо выше. Значит, что получается? Если мы задумываемся и вспомним свою бытность обучения в школе, девочки всегда в школе учились лучше. Они более старательные, они более усидчивые, да? Когда жизнь была так устроена, мужчина должен был быть кормильцем нашей прошлой жизни, бывшего советского пространства, получалось так, что можно было зарабатывать больше денег и не получая высшее образование. Мужчина, например, который брал на себя ответственность за семью, он шел водителем автобуса и приносил в семью гораздо больше денег, чем тот человек, который получал высшее образование и заканчивал институт и получал зарплату в 130 рублей. Или в армию шел. Или в армию шел. В офицер. Но сегодня ситуация меняется в развитом капиталистическом обществе, и это уже факт, это уже статистика, с этим уже не поспоришь. Те женщины, которые получают более высшее образование, для них, к сожалению, очень трудно найти себе адекватного партнера по жизни для того, чтобы составить семью. Я не хочу сказать, что все женщины, которые более высоко образованы, они все одиноки. Это нет. Но, опять же, статистика показывает, что среди более образованных женщин гораздо больше женщин-одиноких, которые не так заинтересованы в создании семьи, воспитании детей. Единственной целью их жизни является самореализация уже в производстве, на работе. Светик, можно я тебе напомню? Если ты вспомнишь, что Институт связи, мы со Светланой учились с разницей в год. Я там, скажем, был на пятом курсе, а Светлана на четвертом. Мы заканчивались с разницей в год. Ну, это временной класс один. Если ты посмотришь на девчонок, а у нас в основном девчонки учились, мальчиков мало было, вот девчонки, как правило, они к концу, к окончанию института уже были замужем. Как правило. Но это совершенно не тому, из которых я был скандин. Подожди, подожди, я же о другом. Половина из них были замужем за ребятами, у которых не было высшего образования. А, это другое дело. Ты понимаешь, что это уже даже в нашем области. Я клоню-то это к другому. Я клоню-то к тому, что женщины в принципе, чем они более... Допустим, так, законодательно установлены равные права мужчин и женщин. В условиях равных прав постепенно в более развитых странах женщины начинают получать более высокий уровень образования. Получив это образование, они не могут себе найти адекватную семейную пару для того, чтобы поддержать разговор буквально. И они фокусируются для самореализации, они фокусируются на производстве. И эти женщины добиваются очень высоких результатов, наверное, гораздо больших результатов, чем мужчина мог бы добиться такой же ситуации. При этом, при всем, поскольку мы живем в реальном мире, а не в мире, который не живет по законам, которые где-то там написаны и приняты из самых лучших побуждений и так далее, при этом, при всем, значит, если тебе нужно делать операцию, у тебя будет там три на выбор, наверное, ты к мужику пойдешь. Понимаешь? Потому что в обществе вот есть некоторое видение, и мы еще в таком виде не живем. Безусловно, безусловно. И я даже думаю, что поскольку все-таки мужчины и женщины, они устроены по-разному, да? Да. У них немножко друг по-другому происходит процесс обработки информации в мозгу. У женщины преобладает более такая чувственно-интуитивная основа, да? Где-то может быть отсутствие логики, хотя это вот эта чувственно-интуитивная основа, она помогает где-то выруливать там, где... Она лучше работает, чем логика. Ну, где она лучше работает, чем логика. С другой стороны, мне нужно принять решение такое вот, делать так или не так, то мужчина может быть более рационально, да, и как-то принять какой-то... Светик, послушай, женщина задает вопрос, она говорит, почему вот эта тетка, американка, феминистка, почему мужчина задает вопрос, почему эта женщина, вот, значит... Все время сравнивая. Все время ей подавай там сравнивать. Первое, она, наверное, не самореализованный человек, в том смысле, что ей чего-то хочется, и у нее не получилось, и она ищет вот виноватых в себе. В чем? С другой стороны, таки да. Если мы говорим о карьере, вот эта, говорит, женщина может быть такая успешная, лучше всякого мужчины. Женщине, да, сегодня в бизнесе, в серьезных корпорациях и так далее, большим трудом она достигает меньших успехов, чем мужчина. Это правда. И это, кстати, на этот счет тоже имеется статистика, которая официально подтверждает, что у женщин, несмотря на более высокий уровень образования, при занимании тех же должностей, что и у мужчины, получают за это меньше компенсацию. Да, и даже деньгами. Это известный факт. И даже деньгами, конечно. И в этом смысле у женщин возникает соответственным образом обида. Собственно, а почему? За что? Если я делаю все то же самое, мы находимся на одинаковых должностях, мы вносим одинаковый вклад в общественный продукт, почему мне платят меньше? Тут начинается бодяга, потому что ты можешь считать, ты можешь считать, что ты на этой должности не хуже вот того мужика. Но если у тебя при этом есть семья, а все-таки у женщин в основном есть семьи, то твой фокус и те ресурсы, которые ты можешь потратить на работу, отличаются от мужика, который прикрыт женой, который прикрыт там еще чем-то, и который может таки-то полностью. Понимаешь? Фокус. Ну, вот вопрос фокуса, это вопрос очень интересный, потому что действительно женщина должна принять решение, что для нее приоритетно. И вот этот компромисс между семьей и карьерой, это вопрос очень сложный. И счастливы те женщины, которым удается реализоваться и в производстве, и иметь хорошую семью, хороших детей, потому что и то, и то забирает очень много душевных сил и времени. Поэтому чаще всего, чаще всего, то, что мы видим, те женщины, которые мы ведут в бизнесе где-то и где-то, чаще всего они одинокие. Не все, конечно, это опять же вопрос статистики, это чаще всего. И они реализуются только в одном направлении, они весь свой фокус фокусируют на работу. Мы в Силиконовой долине мы видим невероятное количество женщин на таких высоких позициях. Понимаешь, мы видим, например, в Калифорнии, есть там два сенатора в штате Калифорнии. Две женщины. Две женщины, да. Уже сколько лет, сколько лет бы тут в Америке, столько лет они все никак, понимаешь, никто не подвинет никуда. Да. Вот, и две женщины сенаторы. Но я другое хочу сказать, что дело все в том, что тут тоже есть маленький нюанс, маленький, но очень существенный. За плечами каждого реализованного мужчины стоит женщина. И все, что мужчины делают в этой жизни, они делают, по большому счету, они делают для женщин, они делают это для себя. И вот те женщины, которые стоят за спиной, они их направляют, где-то что-то советуют, где-то что-то. Они участвуют. Очень редко, если женщина может без мужчины вообще достичь, теоретически, и практически в некоторых случаях, достичь довольно больших позиций на производстве, то мужчина, если он одинокий, если он не, я не хочу сказать, не имеет семью, он может не иметь семью, но если он не имеет за себе такой женщины, как правило, ему очень трудно достичь чего-то. Потому что, Светик, потому что мы упираемся как бы в основу основ, мы упираемся в видовую роль мужчины и женщины. И вот то, что женщина должна вырастить, родить и вырастить, а мужчина должен ее при этом обеспечить. Посмотрите, как птички летают. Понимаешь, одна на яйцах сидит, или там с птенечками, а другой летает и червячков носит. Ну, потому что это исторически. Так и человек в этом смысле исторически не отличается от птички. Ну, понимаешь, что птичка, а одна птичка другую ничем не поддерживает. Они поддерживают оба птенцов, но одна птичка другую не поддерживает. У них нет карьеры? Да. А сегодня все-таки ищите женщину, да, шершеля фангу за спиной любого успешного мужчины. Ну, я думаю, как тенденция, наверное, это верно, как такое обобщающее правило, наверное, не стоит обобщать. Но есть все-таки, безусловно, в этом что-то есть. То есть, как бы мужчина, функция которого обеспечить свою семью, и которую женщина и вдохновляет тоже, и так далее. Конечно, конечно, это может быть на уровне эмоций и вдохновения. Ты знаешь, я тебе хочу сказать такую интересную вещь, но вот мы видим, например, что в творческих профессиях и в кинематографе и в других видах искусства мы видим очень много людей нетрадиционной ориентации. Понимаешь, вот и мужчина, у которого... Ну, вот женщины нет, но есть там другой мужчина. Ну, ради кого-то, да. Мужчина нет, но есть другая женщина. То есть, есть что-то может быть в видоизмененном виде, но какая-то точка опоры там должна быть, да. Я думаю, что человек вообще как существо общественное, да, склонен что-то делать для кого-то, ну, где-то там на губыгравле, да. А есть такие, что к себе, только к себе. Светик, послушай, давай не будем уж так далеко. У нас маленький вопрос. Говорят, чего это феминистка все время? Нет, нет, а почему она говорит все время? Ну, а вот здесь вот в каком, вот о чем. Она все время говорит, потому что достала уже, да. То есть, очевидно, как Миша правильно сказал, что она нереализована, ее все время где-то тыкали в это самое, что-то такое, ей приходилось для себя, может быть, искать все время оправдания. Вот я бы могла бы, но вот из-за детей не смогла, реально. И обидно, да, обидно, когда хочется обо всем вокруг мужчины и пробиться очень тяжело. Давай я обобщение сделаю. Значит, разные группы населения по самым разным критериям могут подвергаться дискриминации. Вот мы с тобой, когда жили в СССР, подвергались дискриминации, скажем, по национальному признаку. Есть люди, которые подвергаются дискриминации по полу, по сексуальной ориентации, по расовым каким-то и так далее. Мы знаем, что дискриминация существует в большей степени, в меньшей. И мы с тобой всегда видели, что люди, подвергающиеся дискриминации, делятся на две группы, противоположные по типу мышления. Одни, несмотря на дискриминацию, пытаются что-то сделать, суетятся, крутятся, вертятся, что-то такое у них происходит, активность какая-то. И они в итоге, будучи дискриминируемыми, живут лучше, чем те, кто их дискриминирует. И они добиваются, если не на 100%, то, может быть, на 78% добиваются того, к чему они стремятся. Они же и материально, и духовно живут выше, лучше, чем те, кто их дискриминирует. Или в чьих интересах их дискриминирует. С другой стороны, есть люди, которые ничего не делают. И вот эту дискриминацию, они... Они только говорят об этом. Они только говорят об этом, потому что это позволяет им уйти от ответственности за то, что надо что-то делать. Понимаешь, вот... И дальше все это списывается туда, и списывается... Вот эта тетка, может быть, она вот такая... Я помню, был анекдот такой, знаешь, как встречаются два еврея, один говорит, слушай, тебя взяли в театр артистом, или не взяли? Он говорит, сволочи, антисемииты, говорят, что у меня плохая дирция. Понимаешь? Да, вот, нас его дискриминировали. Поэтому, очень существенно, что, оказавшись в дискриминируемой группе, и это запросто может произойти. Я вот думал, когда мы сюда приехали, только, я думаю, вот мы, меньшинство такое, мы плохо говорим по-английски, мы приехали, и все, вот вьетнамцы, меньшинство, у них официальные права какие-то, а вот мы, нам никаких прав, потому что мы белые. Посчитаемся белые, тоже очень хотелось, чтобы вот какие-то права нам дополнительные, за то, что мы такие вот, не вполне полноценные. Белые, пушистые. Белые, но пушистые. Ну, пушистые, если там не побрить, то будешь пушистым. И вот я к чему говорю, что слава Богу, что мы не майнорити никакой, и что нам не надо никаких преференций от государства, там, и от всех этих вот организаций, что мы можем сами пойти, сделать, заработать и так далее. Поэтому, в значительной степени, дискриминация в голове у человека, если он себе говорит, меня дискриминирует, мне дороги нет, мне деваться некуда, ну, стало быть. И поэтому я очень неуспешный в своей жизни, а я мог бы это. А если кто-то успешный, то он украл, мошенник, это ему родители сделали, это он все не сам, это там еще что-то, еще что-то, еще что-то, и вот это вот, все чего-то. Я помню, у меня мальчик тут был, из Львова, стартапера, 18 лет, слушайте, я его показывал там, и у него там компания работала, я помню, там 15 или 20 человек работали, у него какой-то продукт, он приехал сюда, значит, там с инвесторами поговорить, и пишет, это все не он, это его родители, откуда 18 лет он может, а ему дали инвестиции, ему дали деньги здесь, в Кремниевой долине, беспакуют. вот я видел мальчика, он у нас есть на канале, правда, приезжала группа стартаперов, я их снимал, так что, я думаю, что женщина, дай ей Бог здоровья, пусть она в свои 54 года, у нее еще до пенсии, там, 10 лет, пусть она добьется, в американской пенсии, да, а вы, ну, попадется вам американка, какая-нибудь со странностями, это не то, что все со странностями, в основном, совершенно нормальные люди, совершенно нормально, ну что, Свет, прощаемся, давай, так ручкой помашем, счастливо, субтитры,